Смотрите программы регионального канала НТК ежедневно по всей ЕАО на девятой кнопке ОТР. Теперь нас смотрит вся область. Каждый дом. Каждая семья. Похоже, сейчас будет контратака. Он набирает обороты, врывается вперед. Опасный момент! Выход один на один и... Он чуть не попадает прямо в девятку, а? Помните, обгон — это не игра. Чтобы дорога была длиною в жизнь, не спешите обгонять. Смотрите выпуски. Ряд нововведений в области здравоохранения анонсировал президент России Владимир Путин. Он в своем послании к Федеральному собранию. Как отметил депутат Государственной думы Александр Петров, поднятый главой государства темы, актуальны не только для 2021 года. Предполагается, что решение данных вопросов рассчитано на несколько лет вперед. Ковид-инфекция нанесла просто сокрушительный по нам удар. Мы потеряли очень много. Около двух триллионов рублей мы потратили на лечение ковида и на ликвидацию последствий. И нам еще предстоит много мероприятий сделать. Он озвучил систему, что будет в Российской Федерации сделано в ближайшее время. Впереди население ожидает постковидная двухдневная диспансеризация с расширенным наблюдением. Для этого работодатели должны предоставить сотрудникам двухдневный выходной. Для этой же цели в отдаленные населенные пункты поступят мобильные комплексы. Для повышения эффективности оказания первичной помощи в регионы поступят порядка 5000 машин скорой помощи. Немаловажным моментом в послании президента стало лекарственное обеспечение граждан. Как отметил депутат Госдумы, правительство автономии уже приступило к решению этого вопроса. Алена Шот, Кирилл Богаченко, Новости 21. Более 300 мешков собранного мусора, 150 участников и еще одна чистая общественная территория. Итог массового субботника на территории школы номер 16 Биробиджана и прилегающего лесного массива. Парк Белика, так называют этот участок, был выбран мэрией в качестве одного из мест проведения экологической акции не случайно. Мы в прошлом году на встрече с гражданами, с Росиславом Юрьевичем, встречались здесь рядом возле этой школы с жителями. В прошлом году мы определились навести здесь порядок, но учитывая погодные условия, дожди и так далее, выполнить это не получилось. Поэтому при первой возможности мы организовали мероприятие именно здесь. Учащиеся приводили в порядок пришкольную территорию, остальные сосредоточили усилия на очистке парковой зоны. Заруший кустарником обильно усыпанный обломками старых деревьев под лесок преображался на глазах. Коммунальные службы организовали вывоз мусора, часть вырубленных кустарников измельчалась на месте. Наводить порядок там, где мы живем, это правильно, так должно быть. Очень отрадно видеть то, что много жителей откликнулось. Сегодня наши лесопилы не успевают работать пилами, как на эти кусты накидываются активные граждане, чтобы собирать их кучу и вывозить. Мэр отметил, что Всероссийский субботник стал самым массовым за последнее время. К традиционным местам приложения сил добавились новые территории. К очистке города подключились многочисленные организации. Все отмечают особую атмосферу акции. Замечательное ощущение. Вы знаете, на самом деле замечательно. Когда и представители органов исполнительной власти, и депутаты городского и законодательного собрания, и жители микрорайона Биробиджан-2, везде мы сейчас находимся, все вместе вышли на субботник, чтобы привести наш дом в порядок. Что может быть лучше и важнее, когда дома чисто, когда дома красиво, когда дома уютно, хочется тогда и работать, и жить, и творить. Предварительные итоги подведут позже. Месячник по санитарной очистке города продлится до конца апреля. Но уже к началу текущей недели на территории Биробиджана проведено более 240 субботников, в которых приняли участие более 7 тысяч горожан. А количество собранного и вывезенного мусора плавно приближается к 10 тысячам мешков. Вячеслав Пасманик, Константин Земляникин, Богдан Патрин. Новости 21. Для жителей улиц Бирофельска и Лермонтова весна принесла не одуванчики, а мусор и зловоние. Свалкой поселок сделали недобросовестные биробиджанцы. По словам жителей, проблема образовалась 5 лет назад. До этого на участке располагался котлован, который мэрия города отдала под строительство. Настал 2021-й, но никаких построек здесь так и не появилось. Решить проблему своими силами горожане уже не могут. Живу я всю жизнь на этом поселке. У нас был чистый, здесь было все чисто. За последние годы здесь все, видите, загадили. С города приезжают. Вываливают строительный мусор, на машинах едут, вываливают пакеты. Здесь вообще невозможно находиться. В том году все это топило и все вот это вплывло куда? В соседние огороды, в соседние дома. Уже дошло до того, что даже уже дорогу сами себе закрыли. С наболевшим вопросом жители обратились к депутату законодательного собрания области. Елизавета Славина лично осмотрела несанкционированную свалку и приняла участие в уборке территории. Здесь стоит невыносимая вонь. Это очень опасно для здоровья. И санитарные нормы не соблюдаются. Первое, что нужно сделать, на мой взгляд, это каким-то образом обезопасить для жизни и здоровья людей вот это место. Елизавета Славина незамедлительно направила обращение в Роспотребнадзор и отметила, что проблему необходимо решать в срочном порядке. Но после ликвидации свалки жителям следует следить за чистотой, а не создавать новую помойку. Дарья Куприна, Денис Листюхи, Новости 21. Вход Господня в Иерусалим, или, как говорят в народе, вербное воскресенье, отметили православные еврейской автономии. В Кафедральном соборе Благовещения при Святой Богородице литургию провел архиепископ Биробиджанский и кульдурский Ефрем. Это день, с одной стороны, торжественный, с другой стороны, скорбный, поскольку предстоит Страстная неделя. Это время сопереживания со Христом, с погребения вместе с Ним. Это дни, когда вспоминаются последние мгновения жизни Христа Спасителя, Его предательство, крестная смерть, снятие со креста и пребывание во гробе. В память об этом событии во всех христианских храмах принято освещать украшенные ветви пальмы. Но в России это место заняла верба, которая дала название празднику и недели перед ним. Праздник сегодня – вербное воскресенье. В храм хожу, молюсь за здоровье родных, близких, за свое здоровье. В вербное воскресенье принято посещать церковь, но в этом году с обязательными атрибутами – масками и перчатками. Я хожу в храм постоянно, но вот в период пандемии я воздерживалась зимой, осенью, все-таки как-то боязно было. Но сейчас вот ввиду того, что появилась прививка и как-то веяние уже более такие, уже как-то спокойнее, но однако я вот в маске. Как отметил в пастырском слове архиепископ Ефрем, сохраняя освещенные ветви вербы в своих домах, мы должны помнить, что они являются знаменем победы жизни над смертью. Это укрепляет и вдохновляет людей, несущих Христа в своем сердце. Дарья Куприна, Денис Листюхин, Новости 21. Смотрите далее. Встать на защиту Отечества. Пять юных казаков приняли присягу в храме Казанской иконы Божией Матери. «Россия была, Россия есть, Россия будет» – творческий отчет подготовил ансамбль овации Биробиджанского колледжа культуры и искусств. Приобщиться к увековечиванию памяти погибших на фронтах женщин может. Каждый Союзу Женщин России нужна помощь в установке памятника в ЯУ. Вся красота и польза Камчатки в «Омега-3» из настоящего дикого лосося от Тымлотского рыбокомбината. Корма, лакомства и лежанки для хвостатых и пернатых в сети зоомагазинов «Золотая рыбка». Здесь вы не только сможете приобрести все необходимое для своего любимца, но и найдете ему друга. «Золотая рыбка» с заботой о ваших питомцах. Компания «Новострой» – это своевременный ремонт, чистые подъезды и дворы, грамотные специалисты, любые отделочные работы по современным технологиям. Сделай свою жизнь комфортнее с компанией «Новострой». За подробностями звони 2-46-10. Нужна прихожая? Магазин «Купи для дома» на Пионерской 66. Срочно нужны деньги? Мы поможем. Оформи заявку на сайте центрофинанс.ру. Телефон 8 800 777 37 37. Собирать шкаф с помощью отвертки или пойти в стройку. Взять мощные электроинструменты. Сэкономить время и деньги. За считанные минуты прикрутить полку, собрать мебель и с легкостью, наконец-то, закончить ремонт. Магазин «Стройка». Выбор за тобой. Оградить себя и своих близких поможет магазин «Норд». Широкий выбор любых дезинфицирующих средств. Моющие средства для профилактики и дезинфекции. Салфетки, мыло. Проверено. Сертифицировано. «Норд». «Норд». Шалом Олейхима 44. Нужна спальня? Магазин «Купи для дома» на Пионерской 66. Новый магазин «Комфорт» на Арбате. Товары для дома, детские игрушки и аксессуары по отличным ценам. И в честь открытия скидка на все 30%. Еще выгоднее и еще удобнее. «Комфорт». Шалом Олейхима 8. Урожай круглый год. Заказывайте теплицы на Школьной 11. Крепкие, надежные, проверенные временем и непогодой. Любых размеров. Звони и заказывай. 222-89 и 8-914-815-96-78. 10 мая. Легенды Приморского рока. Группа «Забрийский поинт» и Михаил Коган. Ладзепплин, Депелтол, Бенслойт и многое другое. Настоящий рок-вокал. Торжественная церемония принятия присяги воспитанниками детского класса «Юный пластун» прошла в храме Казанской иконы Божией Матери в Биробиджане. Это стало событием для пяти юных казаков. Присяга, то есть принятие, то есть быть настоящим казаком законным, то есть быть настоящим. Для меня настоящий казак – это тот, кто может защищать свою страну. Перед иконами и своими товарищами кадеты поклялись готовиться к служению Отечеству, свято соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, дорожить честью и достоинством кадета. Эти обещания ребята пронесут через всю жизнь. Это обещание, все-таки это клятва перед товарищами, почему мы проводим в храме, то, что как бы еще и клятва перед Богом и перед самим собой, что уже от присяги казак уже никуда не отойдет, он будет выполнять его. Класс «Юный пластун» создан в 2017 году. На сегодняшний день в нем обучается 32 кадета. Они познают азы строевой подготовки, рукопашного боя, топографии, истории казачества и Дальнего Востока. Программа подготовки учащихся кадетского класса рассчитана на три года. Ольга Тимченко, Дарья Куприна, Денис Листюхин, Новости 21. Россия была, Россия есть, Россия будет. Под таким патриотическим девизом состоялся отчетный концерт ансамбля «Овация». На сцене колледжа культуры и искусств были представлены танцы народов мира, номера, посвященные военной тематике, а также современная хореография. Ни перед кем мы не отчитываемся. То есть для себя, для зрителя показать новые постановки, показать новых студентов, то есть первокурсников. Ну и, конечно же, у нас выпускники. Ну и где-то будут здесь те работы, которые будут на государственном экзамене в мае месяце. Зрители смогли насладиться танцевальными постановками от студентов выпускного курса. Их работы исполнили детские коллективы «Сюрприз» и «Мазалтов». Также в концерте приняли участие хор народной песни «Русский сувенир» и вокальная шоу-группа «Новый день». Я считаю, мы хорошо подготовились. Мы очень долго к этому готовились. Несмотря на то, что в прошлом году помешал нам карантин, у нас было больше времени, чтобы подготовиться к этому концерту. Я думаю, выступим достойно. Каждый танец ансамбля – это не просто хореографическая постановка, это история и неповторимый образ. Подготовленные юными хореографами номера стали не только демонстрацией навыков и умений, но и творческим подарком коллектива «Ко дню танца», который отмечается 29 апреля. Анастасия Цупа, Богдан Патрин, Новости 21. О помощи, которая необходима Союзу Женщин России в ЕАО для установки в Биробиджане памятника фронтовой медсестре, говорили сегодня на Авторадио. Ольга Михна и Ирина Филипенко рассказали о трудностях, через которые им уже пришлось пройти в реализации этой идеи, которая началась на средства президентского гранта еще в прошлом году, к 75-летию победы. Однако грянувший коронавирус притормозил проект, закрыл границы, и недорогое производство памятника в Китае стало невозможным. Пришлось выйти за рамки сметы и сделать памятник на отечественном заводе. Нам порекомендовали там же, на этом заводе, скульптора Валентин Медведев, член Союза художников России. И он нам сделал этот памятник в барельефном таком стиле, высокий, около трех метров, с постаментом. На постаменте написано «Фронтовой медсестре». На предварительном конкурсе макетов, проведенном среди школьников, скульптор выбрал эскиз и воплотил его в гранитном барельефе, представляющем фронтовую сестричку в гимнастерке с медалью и медицинской сумкой на плече. Место для установки тоже нашлось не сразу. И мэр города, и целая комиссия рассматривали разные варианты. Когда поступило предложение установить его около медицинского колледжа, то в принципе сложились пазлы, скажем так. Во-первых, то, что оттуда выпускались медсестры, раз уж у нас он уже в «Фронтовой медсестре», то уже сам Бог велел стоять ему там. Медсестры выпускались во время войны и воевали. Это раз. Девочки, которые погибли наши в Сирии, они тоже выпускницы. Эту идею охотно поддержала и директор медколледжа Елена Попова. Но на хрупкие плечи женщин теперь легли тяжелые вопросы гравия, цемента и металла, необходимых для обустройства площадки. И вот здесь они уже взмолились о помощи. Нужны как и финансовые средства, так и нужны мужские руки. Физическая сила. Да, физическая сила. То есть помочь правильно распределить этот гравий, помочь изготовить вот эту опалубку под ограждение, после того, как будет ограждение готово. Ну там масса работы, даже те же самые вазоны привезти, да, из магазина привезти эти вазоны. И помощников, честно говоря, мало, а желательная дата открытия памятника близко. По идее, покрывало должно опасть с памятника 12 мая, в День медицинских сестер. Женщины России призвали всех приобщиться к установке единственного в ЕАО памятника женщине-воину и проявить свою благодарность к погибшим на войнах женщинам. Реквизиты и контакты для оказания помощи в полной записи эфира на портале reabir.ru. Дмитрий Егерев, Кирилл Богаченко. Новости 21. В эфире «Глаз народа ЕАО» – программа, которую мы создаем вместе с помощью смартфонов и наблюдательности. Интересно, что должно произойти, чтобы в головах людей, наконец, отложилось? Мусорить – это плохо. Неужели приятно отдыхать на помойке? Неужели трудно собрать весь свой мусор в пакет и унести с собой? Иногда стоит вспоминать, что человек отличается от животных наличием разума. Но даже животные не уничтожают среду своего обитания. Участок трассы, который без пяти минут – легенда. Дорога Степной Абиджан, на которой чего только не увидишь. Вот и соавтор стал свидетелем того, как в ней застрял КАМАЗ. КАМАЗ, Карл. Привет дорожникам, которые делали дорогу. КАМАЗ утонул в сухой дороге. Как мудро отметил поэт-современник Игорь Губерман, «Сошли снега, и стало видно, как загажена отчизна». Предпоследнее слово в последней строчке мы по этическим соображениям заменили, хотя оно наиболее полно отражает ситуацию во втором Биробиджане, о которой редакции рассказал соавтор программы. Это просто ужасно. Стоит рядом магазин, и здесь вот это все творится. Это грязь, ветер дует, бактерии, все это. Убли, будьте, пожалуйста, это видео. Пускай посмотрит наше правительство. Некоторые думают, что если припарковаться там, где они никому не мешают, то все путем. А то, что на газоне – это уже нюансы. Похоже, в Бобстово даже животным надоело лицезреть горы мусора. Коровы принялись активно очищать территорию, а хотелось бы, чтобы этим занялась управляющая компания. Последний раз мусор вывезти до Нового года. На вопрос, когда вывезут мусор, отвечают, что сломана машина. Интересно, это машина времени? Соавтор программы и студия Кульдур Продакшн представляет вашему вниманию короткометражку, которую впору назвать «Добро пожаловать на курорт» и «Саркастическое многоточие». Победителем сегодняшнего выпуска признали автора видео «Антитрасс». За счет его мобильного телефона пополнится на 100 рублей. Напоминаем, вы можете стать соавтором программы «Глаз народа Яоо», просто прислав фото или видео на номер, указанный на экране, или разместив их в Инстаграм с хэштегом «Глаз народа Яоо». Хотите, чтобы наша программа оплачивала вашу мобильную связь? Присылайте фото и видео с места событий, фиксируйте проблемные или курьезные ситуации на камеру гаджета, прикрепляйте комментарии, чеки из магазинов, станьте с автором программы «Глаз народа Яо». Авторы лучшего материала выпуска получают 100 рублей на счет мобильного телефона. «Глаз народа Яо». Автор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Автор субтитров А.Семкин Автор субтитров А.Семкин